Всем доброе утро! Я уже проснулась, позавтракала, все остальные спят, кое-кто еще спит, кое-кто уже проснулся. Я чувствую себя уже лучше, но ненамного. Голова болит, какая-то я слабая. Достала я снова этот прибор для измерения давления. Сейчас поймем смотреть, что у меня там творится. Кстати, нормальное давление это 120 на 80. Жить буду 115 на... ну, 114 на 67. Это уже ближе к реальности. Только почему у меня нижняя такая низкая? Вообще, вообще 110 на 60 было, я еле ноги волочила. Но это все равно слишком низкая. Как тебя поднять? Непонятно мне. Ладно. Сейчас пока все спят, пойду выгуливать Рексу. Так, этот прибор на руке подлит. Что это? Я туплю все равно, я какая-то вялая. Для Шары сегодня выходной. И это очень хорошо. Я думаю, я сегодня буду командовать парадом по поводу того, что надо сделать дома, что переставить, что выкинуть. Потому что я, кажется, буду большую часть дня находиться в горизонтальном положении по возможности. Ну, надо попробовать кофе выпить. Может, поможет все-таки. Потому что вчера не подействовало на меня это. Увы я. И ночь была, конечно, тяжелой для меня. Ну, я ребенка с нами оставила спать. Но все равно. Он что-то извертелся, крутился. 50 раз просыпался. И, естественно, тоже с ним. Вот, серьезно. Быть мамой. Ну, это много дел, но это легко, скажем так. Сравнивая, допустим, с работой, когда ты там начальником работаешь и так далее. Быть мамой достаточно. Какой-то нормально. Но вот болеть, когда ты мама, это самое тяжелое, что только может быть. Ну, по крайней мере, для меня, потому что я привыкла, что если я болею, допустим, там у меня температура, простуда, то я лежу в кровати, у меня есть градусник, моя любимая книжка, рядом у меня столик, на котором стоит компот и виноград. И все, я лежу и болею. А когда у тебя есть ребенок, ты не лежишь. Ты даже не спишь. И это реальное испытание. То есть, вот это мне действительно сложно, болеть с ребенком на руках. Это трудно. А просто быть мамой не очень трудно. Зайка, скажи доброе утро всем. Доброе утро. Сейчас тренировала его ползать. На самом деле, какой-то перемежуток времени мы этого не делали. Я сейчас обнаружила, что он уже гораздо лучше пытается ползти. И, по крайней мере, он теперь едет не на носу, а даже опирается на руки. Но общая координация пока еще немножко хромает. Ай, надо ждать. Надо так трудно ждать, когда хочешь чего-то от ребенка. Мама говорит, я поползла задом наперед в семь с половиной месяцев. И в восемь месяцев нормально. Артюша, у тебя есть максимум три недели. Даже меньше. Чтобы я не волновалась за тебя. А еще в сроке все сделала. И он, по-моему, 10 месяцев уже там стоял или что-то такое. Но у него не было таких вот трудностей. Кстати, в эту субботу... Сейчас я на себя перейду. Проснулись все, как вы поняли. У нас тут, кстати, нет интернета, потому что я его не оплатила. У меня кончились деньги на карточке. И я вчера должна была зайти в Сбербанк, пополнить карту и заплатить за интернет. Ну, естественно, мне вчера было плохо, я никуда не пошла. Но камера что-то не в фокусе. Отлично. Она выбирает обои, как предмет для фокусировки. А, нет, часы теперь на часах фокусируются. Вот. В общем, никуда не пошла. И поэтому ровно в 12 нам вчера отключили интернет. Альша пришлось лечь спать. Потому что он хотел посмотреть планшет, но ничего не сработало. Сейчас мне нужно, чтобы он мне дал свою карточку. И я тогда заплачу. Вот. А, и вообще, к чему? А, я хотела сказать, что в эту субботу, будет 1 июля. Это значит, что Артёше будет 7 месяцев, а мне будет 27 лет. У меня день рождения скоро. И мы вчера уже договорились с подружкой, как мы будем праздновать. Просто у меня не рождение на день раньше. И мы очень часто празднуем вместе. Вообще, я хотела шашлыки, но в этом году такая погода, что, увы и ах. Увы и ах. Поэтому не шашлыки. Артёша! Ну, наверное, скорее всего, празднование растянется на несколько дней. Я так думаю. Мне так хотелось бы, по крайней мере. Потому что хочу отметить с друзьями, хочу отметить с родителями. Ну, и с Алишером тоже было бы неплохо. А вообще, я сейчас тут вот с ребёнком играю. И ещё по дому дела делаю. В медленном режиме. Зайчик, это ты! Хочешь камеру? Хочешь? Хочешь камеру? Сползи. Нет? Нет? Иди сюда. Игрушка у тебя интересная. Такая вот интересная. Так, показала. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. У меня супер-маска для лица. Мини-вариант. Потому что воспалилась тут сильно. Алишер уже почти полтора часа гуляет с ребёнком. Я его отправила. Я выпила кофе, мне стало хорошо. Я за это время, пока их не было, успела пропылесосить, помыть пол, перемыть всю посуду, убраться на кухне. В комнате тут всё пораскладывать. Ну, вот ещё осталось вот это вот доделать. Ну, как всегда валяется. Вот, и сейчас я буду есть. Положила себе уже обед. Ещё я поговорила по телефону с мамой, с бабушкой. Долг семейный отдала. Так что сейчас перекушу. И, наверное, они уже придут потом. Как я много успела. Как хорошо, когда есть энергия. И когда кто-нибудь иногда на часик забирает ребёнка. А мне тут... Ай, не кушай. Слышь, грязная ребёнка принесли. Привезли, принесли. Погуляли. И мы пробуем, мы пробуем запихнуть в ребёнка пюре, яблоко, кабачок. Но это очень сложно. Почти невозможно одной рукой, если честно. Можно я вот... Понятия не имею, что вам видно. Наверное, кто-то слышно. Нет, зайчик, давай-ка я тебе это запихну. Ах! Молодец! Молодец! Особого счастья не наблюдается на лице. Ну, как я и ожидала. Жалко, он домашний яблоко не ест. Так можно было всё это сделать в пароварке. Да, вот игрушка вкуснее. Сейчас буду пытаться дальше. У нас воронье собрание. Они ужасно каркают почему-то. Ты там микрофон закрываешь, он сверху. Мы выехали. Так? Выехали из дома, и мы едем на УЗИ. Будем делать артёж УЗИ головы. УЗИ мозга. Смотреть, как там дела, улучшилась ситуация. Или, не дай бог, улучшилась. Но я верю в лучшее. Вообще, кстати, часто бывают вопросы о тех, кто недавно подписался. Артёша, давление в голове небольшое, но есть. Поэтому мы активно этим занимаемся, чтобы всё вообще прошло бесследно. Но вот пока как-то, по идее, к полугоду это проходит. Но что-то тут не получилось у нас. Поэтому продолжаем заниматься всем вопросом. Надела я свою белую футболку, джинсы, свои любимые, и слипоны. Алишер надел чёрную футболку и чёрные штаны. Да, если бы ты каждый влог рассказывал, что ты надел, у тебя примерно каждый день одно и то же было бы. Ну, надел одни из чёрных джинсов, а одну из чёрных джинсов. На улице не жарко, но в движении можно открываться. Кстати, а ветер вроде он прошёл, или он не такой сильный был, когда вы гуляли? А то из окна казалось, что очень сильный ветер. Ну, и ещё, кстати, я разобрала дома, наконец, на стюрьму. Ура! Поэтому, когда мы вернёмся, я надеюсь, он широко выкинет. Потому что я уже всё тут расписала, распихала по коробочкам. В общем, слава богу. А, и, кстати, про просты. Второй день хочу сказать, вчера забыла. мне дали код на скидку, если вы будете такое же заказывать. Так что внизу под видео код и ссылки все. Так что, заходите, смотрите. Я обожаю этот браслет, он такой крутой. Мне очень нравится. Давай, фокусируйся. Не хочет фокусировать. В общем, я ношу, не снимаю практически, не надеваю, только когда упорки занимаюсь. Мы заехали на заправку. Я всё же читаю комментарии. И по поводу бурных споров на тему стерильности во вчерашнем, позавчерашнему влогу, ребят, у меня хоть первый ребёнок, но я стараюсь быть адекватной мамой. И, ну, знаете, как бывает там, первый ребёнок ты всё кипятишь, стерилизуешь, второй ребёнок там кое-как, третий уже асоскана полупала по барабану. Я, конечно, не до такой степени, но я не устраиваю истерики из-за того, что ребёнок там что-то где-то потрогал руками, потянул себе в рот или кот где-то там пробежал, потому что бактерии должны быть в умеренном количестве. Я морально готова к тому, что мой ребёнок будет потом облизывать ботинки, когда он подрастёт и научится ползать, или к тому, что он там в поликлинике где-нибудь ляжет на пол и начнёт облизывать пол. Так должно быть. Это делают все дети. Поэтому я стараюсь, чтобы было чисто, но психозы из-за этого не устраиваю, потому что это неправильно. Когда слишком чистая среда, организм не умеет бороться с микробами. По чуть-чуть, по чуть-чуть должно быть. Вот это нормально и это правильно. Да, зайкин? Сейчас приедем. Так хочу, чтобы всё было хорошо. И потом, я надеюсь, мы нам почти успеем заехать. И столько дел дома. Альшер вчера принёс утку. Ну, купил на рынке. Неживую, естественно. Надо... Я никогда не готовила утку и не помню, ела я её когда-нибудь или нет. Ну, наверное, когда-то ела в ресторанах, но я вообще не знаю, как её готовить. Будем пробовать рецепты искать какие-нибудь. Скажи, приветики! Приветики! Мама сегодня болтает много на видео. Да? Мы едем домой. Кузи сделали. Кузи хорошее. Ну, стало намного лучше. Не идеальное, но хорошее. И это очень радует. Ребятёнок уснул. Только что вырубился. Так-так-так, по-моему, ему становится мала автолюлька. В каком возрасте вообще их пересаживать в кресло? Здравствуй, котик! Я иду, знаете, куда? На всякий случай в наш местный мебельный магазин посмотреть, нет ли здесь полок. Я вообще заказала на Азоне, но ещё не подтвердила заказ. Хочу убедиться, что здесь нет. А потом мы заедем в Окей купить кое-что для запекания утки. Алишер очень хочет её приготовить. Будем делать. А на почте ещё были. И я получила много всяких коробочек, в том числе одну от подписчицы. Так, вот этот наш местный мебельный. Всё тут есть. Посмотрим, если тут то, что мне нужно. Мы пришли домой, и Алишер разбирает трюмо. Он же вынес ящики. У нас тут всё раскидано. Сейчас он унесёт, и мы сможем задвинуть, и всё разложить. Ура, ура! Кстати, полку я там не нашла. Там и была одна, которая мне понравилась. Но, конечно же, она была только в цвете, вот, типа, как мой компьютерный стол, а мы хотим теперь светлое покупать. И, в общем, а светлого не было в наличии. и сейчас я ещё буду, ещё буду, я на сообщение отвлеклась от подписчицы, которая мне прислала одну из коробок. В общем, что мне пришло? Мне пришло, во-первых, вот эта коробочка, которую мы будем распаковывать в отдельном видео через несколько дней, так что сегодня я про неё не расскажу. Вот эта коробка от подписчицы, я не знаю, что там внутри, это мы будем смотреть сегодня. И ещё, Рекс, разреши мне пробиться сквозь этот беспорядок. Вот такая вот коробка. Это бези-борд от подписчицы, которая, подписчица зовут Лиана, она выиграла бези-борд на розыгрышу Хелен Йес и решила отправить его мне. И вот так вот Артёше повезло, так что будем распаковывать. У нас получилось стильное зеркало. Аккуратней. Там сзади, да, откручивается? Фиг открутишь, да? Артёшкин развлекается с водой. Хопа! Это кто перевернулся? Привет! Привет! Счастливый ты человек! Скажи папа! Папа! Ну так вода не польётся в этой позиции, надо обратно перевернуться. Ну что, давайте открывать бези-борд! Та-та-та-та-та-та-та-та-там! Ух ты! Ой, восковые муки в подарок! Смотрите, какая прелюсть! Ну, фокус! Привет, фокус! Водка с каменьки! Так, так, обалдеть! Сколько всего! Класс! Смотрите, пуговки, молния, колечки, вилка с розеткой, штепсель! А это что? А-а-а! Это заглушка, как это назвать-то? Замочек, короче, в туалете! А это что? Это просто так? Лемона! Так, щекол, да? Даже мне интересно, я уж не говорю про ребёнка! Так-так-так-так-так! Не как мне! Это вот так наверняка оставляется! А-а-а! Щик! Это завязывать, нажимать звонок! А это что? А, это колесико от мебели! Рекса, здравствуй! Тебе тоже интересно, дайте меня в камеру! Так, мне нужно открыть! Тут просто так, чёрное! Здорово! Обалдеть! Ой, тут ещё колокольчик есть! Надо это вертикально поставить! Класс! Спасибо большое, Ильяна! Это очень-очень-очень круто! Артёша чуть-чуть подрастёт, буквально 2-3 месяца, и уже будет в это играть! Здорово! Ой, тут ещё... А-а-а! Вон от чего это... Ой, тут должна быть батарейка? Я что-то, что-то упустила! Где-то, наверное, батарейка болтается! Да, точно! Вот она! Я думаю, это светится, вот эта штучка! Она просто развалилась, потому что ехала! Не-па! Я поставила на место кнопочку, она светится, это фонарик! Опа! Обалденная штука! О-о-о-о! Просто класс! Я очень довольна! Артёшкин! Скажи спасибо! 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 Ик! 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 Ик-ик! Ик! 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 Ик-ик! Ну что, ребята, я уложила ребенка спать! Эльшар тоже ушел в комнату, он там какой-то футбол смотрит очередной! Ну, а я уединилась на кухне, чтобы вскрыть посылку от подписчицы! И мы с Кузьмой открываем ее, только я ее случайно открыла со дна! Я прислала эту посылку Ангелина! Итак, посылка из Воронежа! Давно я, кстати, от подписчиков, по-моему, не получала! Ой! Вы знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас согрешу на ночь глядя, кажется! Воронежские конфеты! Ну, я очень хочу попробовать! Я реально, я сейчас вскрою, отсниму эту, вскрою коробку и с чайком, конфетку! А с завтрашнего дня правильное питание! Ничего лишнего! Сейчас, сейчас! Давайте дальше смотрим! Да, действительно, почему-то ее вскрыла снизу, но ладно! Так, это блокнотик, ежедневник! Ух ты! Здорово! Причем такой квадратный, как фотографии в Инстаграме! Вот такой вот красивый! Класс! Ежедневники у меня всегда находят применение! Серьезно! У меня там парочка лежит, ждет своего часа и уже скоро я начну их использовать! Потому что у меня есть для повседневных дел, есть, куда я там для Юпуба записываю, для крошек и так далее! Так, все! Это воздух! Закладка! Для моих книжек! У меня, знаете, закладка! Это что такое интересное? Кот и 99 сосисок! Блокнот! Это что-то очень любопытное! Камера не хочет фокусировать! Вот так вот показывает, так в фокусе! Ух ты! Какой клевый! Это блокнот прям... Ну, очень длинный котик! Какой крутой блокнот! Вклей фото своего кота, вклей фото своего кота и себя! Кузя, этот альбом про тебя просто! Опиши своего кота и используй следующие слова! Рыжая морда, наглый, мохнатый, паразит, пушистый, король вселенной, розовые лапки, мокрый носик, комок шерсти! Мне нечего добавить! Классный какой! Хочется теперь пролистать его весь, прочитать! Супер! Очень оригинальный, сколько я люблю такие заводные! Игрушка для кошек! Кузя, ты знаешь, что тут для тебя есть? Ну-ка, ну-ка! Вот кто-то мне присылал еще зимой, это, по-моему, было такую палочку с такой вот штучкой с пером, с Кузей играть, и до сих пор же мы играем, он очень любит эту штуку и прыгает, и бегает за ней. Так что теперь у него будет еще одна такая. Кузя, у тебя счастье, он тут сидит и ждет свою жизнь. Ну, играй! Я-ка не буду никакой делать, просто мне камеру было, выше не поставить. Так, стикеры, чтобы записывать, забыла, что фокус долго переставляет. Всякое важное. Это для Рексы. Завтра я там сегодня не отдам, а то оно будет шуметь и разбудит Артешу. Какая интересная! Какая интересная! Ну, интересно, хватит. Игрушка предназначена только для животных. Понятно? Детям давайте узнаем. Это Артеша. Ух ты, какая красивая! Меняют цвет при намокании. Книжка для купания. Обалденная какая! Слушайте, спасибо! Прямо открутила хочется. Где вход? Артешка у нас книжки любит. Пока, конечно, грызть в основном, но картинки ему нравятся. Вот тут такие птицы. И они, когда становятся мокрыми, видимо, становятся цветными. Классно! Спасибо большое! Я такую в первый раз вижу, честно, не встречала. Еще для Артеша это мы будем использовать немножечко попозже, я думаю, следующей весной. Кстати, собочек, это его первый, я думаю. да. Так что, это я откладываю пока. Так что, есть долгий ящик, но это появится чуть позже в наших влогах. Так, и... И открытка для меня с поздравлением с днем рождения. День рождения у меня когда? Сегодня среда, день рождения у меня в субботу. Ангелина, спасибо тебе огромное! Очень классная посылка, как хотел сказать, подписка. И... так все с душой подобрано, и просто подумала обо всем, обо всем, и мне очень-очень понравилось. Я думаю, Рекс тоже оценит, Кузя уже оценил, и Артеше тоже понравится. Супер! Как приятно! Это первый подарочек на день рождения у меня пришел. Ура! 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 Ну, что, наступил вечер, уже 10, конфет я наелась, жизнь прекрасна. И сижу, работаю, ну, в смысле, сидела, работала, сейчас осталось там чуть-чуть доделать, уже могу, в принципе, спать. Идти, вышла, выгулять собаку, собака-то где? Вот она где? И да, я снова в шортах, кстати, честно, народ спрашивает, почему ты надеваешь шорты, если тебе холодно? Да просто потому, что я хожу в них дома, и мне лень ради 5 минут идти там, искать в шкафы джинсы, переодеваться. Все равно с Рексой много не погуляешь, когда вечером выходит. Это невозможно. Руки выдергивает. Так что, в таком виде гуляю. Переписывалась с Мариной, очень надеюсь, что мы с ней увидимся в ближайшие дни. Я думаю, получится. Я очень надеюсь. Марина, давай увидимся. И, кстати, сегодня я дочитала вторую часть Дома странных детей. Первая половина книги у меня как-то туго шла, если честно. Вторую половину я быстро проглотила. А в первой половине книги я очень часто задумывалась, а почему именно так, где вообще, ну, короче, там много логических несостыковок, но этим грешат почти все книги фэнтези. Ну, вот, наверное, за исключением Гарри Поттера и Сумерик, поэтому те книги я читала легко. А в этих, конечно, я часто спотыкаюсь с вопросом стоп, погодите, было же вот такое правило. Сейчас вообще все не по этому правилу, почему так. Но книжка мне понравилась, и я буду читать следующую, третью часть. Так что завтра начну уже читать ее. Все, уже идем домой. Видите, какая у меня длинная прогулка. Мы с вами вместе с Австралией, надеюсь, завтра будет прекрасная погода. Желаю всем хорошей погоды и до завтра. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok